Здравствуйте, Любовь Брулетова. Спасибо, что вы в очередной раз согласились продолжить наш такой цикл передач, бесед на тему здоровья, на тему дзюдо. И сегодня тема нашей беседы – женское дзюдо. И, наверное, первым вопросом к вам будет такой вопрос, может быть, он обширный, но вы можете высказаться в полной мере. Итак, дзюдо для здоровья девочек, женщин – хорошо, плохо, негативно, позитивно и так далее. Но на самом деле занятие дзюдо, оно, конечно, никак не ухудшает здоровье, даже наоборот способствует тому, чтобы здоровье укреплялось. Конечно, все зависит от того, насколько грамотный тренер, насколько он дает адекватную нагрузку физическую, и, опять же, все очень сильно зависит от сгонки веса. То есть девочкам вообще не надо гонять вес, пока они не сформируются. Но, опять же, мы не сваливаемся в другую сторону. То есть если мы видим, что у человека избыточная жировая масса, надо корректировать рацион питания, а не заставлять ее гонять вес, так как это обычно делают дзюдоисты. То есть они там за один-два дня убирают воду, быстро-быстро снизят вес и потом начинают есть не очень хорошую еду, пить колу и, соответственно, вся эта жировая масса возвращается. И это все очень плохо сказывается, на самом деле, на гормональном балансе. А сама двигательная активность, то есть само дзюдо, оно, в принципе, укрепляет мышцы, в том числе и у нас мышцы тазов. Она должна хорошо работать, да? В общем-то, и какого-то большого... Ну, вообще, вреда, никакого вреда здоровью, в принципе, нет. Как, ну, не знаю, многие думают, я на самом деле с такой не сталкивалась проблемой, что кто-то думает, что это плохо для женского здоровья. В общем, никаких исследований ни я лично в своей практике не встречала, что вот конкретно из-за дзюдо было ухудшение какого-то здоровья. Я, наоборот, считаю, что дзюдо укрепляет, да? Укрепляет здоровье. Важно просто, чтобы это была адекватная физическая нагрузка и спортсмены были готовы к этой нагрузке. Вот тут, конечно, нужно уже индивидуально подходить и смотреть. Любовь. Вот, конечно же, дзюдо – это все-таки единоборство. И для девочек, и для женщин не совсем, наверное, так нормально, что они идут заниматься единоборствами. Ну, есть легкая атлетика там и другие более, так сказать, женственные, можно сказать, виды физической активности, виды спорта. Вот ваша личная мотивация была прийти на дзюдо. И как вы думаете, по вашему опыту как тренера, какая мотивация присутствует у других девочек и женщин, которые приходят на дзюдо? Ну, тут даже давайте начнем сначала, как вы сказали, легкая атлетика. Легкая атлетика – точно не женский вид спорта, да? Легкая атлетика – еще более мужской вид спорта, чем единоборство. Там еще больше нужно силы, выносливости. Там, конечно, нет прямого взаимодействия с соперником, но поверьте мне, легкая атлеты все настолько перекачанные, настолько все с избыточным количеством тестостерона, ну, я имею в виду женщин, да? Вот, что с борцами тут вообще не сравнится. Ну, с дзюдоистами тем более. И легкая атлетика – у них, на самом деле, очень серьезная общая физическая подготовка с огромными весами, ну, с тяжелыми штангами, да? Вот эти всякие выпады, приседания. Не постоянно просто делать я их… Ну, так как мы на спортивных базах все виды спорта вместе, то я, конечно же, видела эту легкую атлетику. И это, конечно, к женскому виду спорта вообще никакого отношения не имеет. Больше вам скажу, даже гимнастика, да, не имеет вообще никакого отношения. Ну, как бы нельзя сказать, что это женский вид спорта. В каждом виде спорта все очень серьезная нагрузка, да? Если мы, например, даже берем спортивную гимнастику, то я знаю, как девочки падают и животом на брусья, и с бревна падают промежностью прямо на бревно. То есть там, на самом деле, и травматичность больше. И, ну, тоже как бы нельзя сказать, что там, например, гимнастика – это женский вид спорта, а борьба не женский. Все виды спорта, в любой вид спорта идет девочка, женщина, у которой все-таки, так скажем, тестостерона больше, чем в норме должно быть вот у девочки или у женщины, да, если мы берем с позиции именно гормонального баланса. Вот. И такая девочка будет более активная, более подвижная. Ну, от характера, опять же, зависит, возможно, более агрессивная, более напористая, да? То есть мы говорим о такой, о спортивной, да, какой-то вот составляющей. И, например, даже если мы такую девочку посадим, ну, допустим, играть на фортепиано, она или будет, но, скорее всего, она не сможет, потому что ей нужна двигательная активность, ей нужно вот выплескивать все свои вот эти вот эмоции, да, которая, ну, вот на самом деле подоплека-то вот как раз вот большее количество тестостерона, но это на самом деле закладывается генетически. Ну, вот. То есть это предрасположенность у нас к этому генетически. И если человек это понял и начал это вот реализовывать, то, что у него есть, то такая девочка, она пойдет в спорт. Она не усидит ни за фортепиано, она не сможет заниматься, ну, допустим, рисованием, да, какие-то, ну, что-то такое, ну, какими-то художественными такими вот, не знаю, ну, не рисование, как это, ну, в общем, художником. Она не станет художником. И даже если это будут танцы, если эта девочка выберет танцы, то она выберет активные танцы там, где нужно будет с какими-то акробатическими, допустим, ну, вот с вкраплениями такими, да. Это не будут плавные русские танцы. Потому что туда идут люди с другим характером. И, как я сейчас это все знаю и изучаю, то есть с другим уровнем, с другим гормональным балансом, да, с другим уровнем гормонов. Вот. Лично у меня, на самом деле, вообще никакой мотивации не было. Но у меня как случилось, что я в деду попала? Я ходила, занималась прыжками на батуте. Я занималась спортом. Сначала занималась гимнастикой год, потом прыжками на батуте 6 лет. Но это был вообще не мой вид спорта. Я просто ходила, как ребенок, общалась. Мне там нравилось, потому что у меня там были подружки. У меня был там тренер, мне нравился. Мы ездили в лагерь спортивный. Мне все, в общем, там все нравилось. Но сам вид спорта мне вообще не подходил. Вот. И когда мне было 13 лет, мы переехали на другой конец города, поменяли квартиру и переехали в другой конец города. И мне стало вообще на батут неудобно ездить. И опять же, у меня тоже уже 13 лет, я уже стала понимать, ну, я хожу, у меня ничего не получается. То есть я была хуже своей там подружки. Но у меня там было две подружки хороших, и у них всегда были результаты лучше. Меня не брали ни на какие соревнования, на выезд. Я вот участвовала на соревнованиях только те, которые прямо в городе проводились. Да, ну, это вот я сейчас догадываю, что это было, например, какое-нибудь первенство города или первенство района в городе, да, то есть вот на очень низком уровне соревнований. А дальше на выезд меня уже не брали. Вот. И в 13 лет, ну, я себя уже довольно взрослой считала. Так. У меня вообще всегда принималось самостоятельно все решения, и в 13 лет тем более. Я, значит, решила, мне надо чем-то заниматься. И не знала чем. Просто ходить в школу, ну, мне этого не хватало, да, просто ходить в школу. Потому что я была привык, что из школы приходишь там, делаешь уроки, собираешь вещи, идешь на тренировку. Ну, например, с тренировки приходишь, что-то немножко почитал, лег спать. То есть весь день был, и всегда было так. И когда у меня половина дня осталась свободным, я не знала, что мне делать. Вот. И папа мне говорит, слушай, смотри, тут вон зюдо набирают. И тут рядом, недалеко, две остановки всего, ты спокойно пешком будешь ходить. Давай. На Динамо. А он еще у меня был связан с милицией, да, на тот момент была милиция. Он мне говорит, давай, в Динамо будешь ходить вообще нормально. На дзюдо. Я сказала, что я вообще туда не пойду. Никакое дзюдо. Я что, драться, что ли, там буду? Там вообще не может на дзюдо быть нормальных людей. Там все, даже если там есть... А там именно набирались женские группы. Вот. И самый младший был как раз вот мой возраст. Ну, 14 лет, короче. Самый младший был 14 лет. Но мне вот-вот скоро вроде как должно было быть 14 лет. И я папе сказала, ты что, куда ты меня отправляешь? Я не пойду. Вот. Но тут потом пыталась куда-то себя тоже пристроить. У меня ничего не получалось. Я пыталась там в цирковую пойти. Но так как у меня акробатика была хорошая. Ну, что-то мне там тоже не понравилось. Ну, в цирковую студию имеется в виду. Просто чтобы заниматься чем-то. Ничего у меня как-то не получалось. И через полгода снова это объявление в газете снова набирают женские группы. И папа мне такой говорит, уже такой не стал говорить, давай, пойдем, пойдем к дзюдо. Убитка говорит, пойдем посмотрим, что там за дзюдо вообще. И он такой мне говорит, давай, ну, просто посмотрим. И он такой, я сам, может быть, даже буду ходить. Он сам хотел чем-то тоже заниматься. И мы пошли просто посмотреть. Вот. И там уже, когда я увидела, что там нормальные девочки, нормальные мальчики. То есть у меня тоже в голове было, что там какие-то, ну, дрочуны, да. То есть просто бьют друг друга. Я вообще не понимала, что такое дзюдо. Вот. Когда увидела, что там все хорошо, там такой хороший, спокойный тренер тоже был в возрасте. Ну, какой-то домашний. В нем мне понравилось. Опять же, там был не пол, а лежали, ну, маты с покрышкой, да. То есть это было там мягко, так хорошо было кувыркаться. Все, ну, брусья, не брусья, такие перекладины были, где можно было покрутиться, полазить там везде. Вот. Ну, тренер, конечно, попросил меня там что-то сделать. Понятно, что у меня хорошая акробатика, хорошая подготовка. Понятно, что, ну, так как, вот, я семи лет гимнастикой занималась, то есть ноги были сильные, прыжки на батуте мы там постоянно, да, ноги качали. Ноги были сильные, взрывные, была координация хорошая. Я очень сильно отличалась от таких же подростков, которые ничем не занимались. Ну, конечно, меня тренер взял, но сразу не сказал. Говорит, ну, давайте через, там, неделю я вывешу списки, кого принимаю, кого нет. Тогда еще не было такого, что если ты приходишь в секцию, то тебя точно возьмут, да. Там был отбор. И вот, ну, я там, конечно, ждала, напишут мне или не напишут. Тогда-то я не понимала, что я отличаюсь от своих ревесников, да. Вот. Ну, там видели, я уже себя увидела в списках, уже мне уже тогда хотелось ну, как, я же должна попасть в эти списки. Все, ну, все равно какое-то, вот, получается, такое лидерские качества, они уже тогда были. То есть, если я пришла, что-то показало меня, конечно же, должны взять. Я же молодец, я же все умею. Вот. И уже когда, конечно, я увидела себя в списках, уже вот я такая, ну, все, меня взяли, я молодец, надо ходить. Видите, я начала ходить. Стала ходить на дзюдо, и, в общем-то, одно из такой, знаете, мотиваций было, знаете, почему, что тренировки не каждый день. Потому что ходить надо три раза в неделю. И я такая думаю, о, классно. То есть, я буду успеть. И при деле вроде как буду, да, буду куда-то ходить, но у меня еще останется время погулять. То есть, потому что ходить-то надо через день, это же классно. Вот. И вот, на самом деле, мотивация-то у меня вот такая была. И надо ходить каждый день на тренировку. Да. Ну, это вот ваша мотивация. Потом вы, когда стали уже тренером, вот вы наблюдали или интересовались у других спортсменок, кто пришел в дзюдо, там, или девочки, еще подростки, или взрослые, вот по какой причине они приходят? На самом деле, как-то вот, ну, для себя какое-то такое исследование делали. Все-таки, как вы уже сказали, это больше у девочек тестостерона, поэтому они идут в такие более, ну, так, в кавычках назовем, мужские виды спорта. Какая там была ситуация? Да, я опять же, я бы опять не делила, никакой спорт нельзя отнести к женскому. Везде это так. Да, в дзюдо, как правило, приходят такие более активные, более боевые девочки, либо те, которые как-то, есть такие, которые вот такие, ну, как-то стесняются, не могут себя проявить, показать, но им, видимо, хочется. И они приходят в дзюдо, и за счет дзюдо становится более уверенной, я бы вот так сказала. Такие девочки не будут показывать хорошего результата, да, но опять же, они нужны, они хорошие спарринги, они приходят, они работают, и, ну, вот тоже вижу таких, таких тоже много вижу девочек, вот, ну, на самом деле, вот прям по девочкам видно, кто будет бороться, да, если она останется дальше заниматься, то у нее будет результат, и это видно прямо вот по характеру. А вот, Любовь, вот вы сейчас хороший такой вопрос для меня, как бы, подстегнули, задать. Вот увидеть в девочках получится или не получится из них спортсменки, ну, хорошего уровня, вот вы можете это уже определить, вот какие критерии вот вы для себя видите в девочках? Ну, на самом деле, тоже довольно сложно это все сказать, просто видно по характеру, например, что девочка боевая, девочка, допустим, с устойчивой психикой, да, я вот на тренировке, допустим, вижу, например, борется девочка с мальчиком, ну, которым 12 лет, вот такие, да, еще когда мальчики не сильные у нас, да, когда они как бы одинаковые по своему физиологическому развитию, вот они борются друг с другом, они еще равны по силам, и, например, они стоят и упираются, ну, как бы никто никого бросить не может, надо потерпеть, надо найти какой-то момент, да, и, это, кстати, не важно, это может быть и мальчик, это может быть и девочка, все, но кто-то потерпит, кто-то вот это потерпит, он будет бороться, бороться, искать, искать, как же бросить своего соперника, будет не получаться, а кто-то начнет расстраиваться, и они еще даже умудряются во время схватки заплатить, да, то есть человек просто, ну, вот так вот расстроился, и понятно, что тот человек, который, ну, там, заплакал, допустим, или, и я вот очень прямо вижу человека, я прямо вижу по человеку, расстраивается, то есть уже не верит в себя, не может добиться, ну, как бы не получается сделать то, что хочет, да, и что схватка не закончилась, а мы знаем, что схватки идут на тренировки четыре минуты, четыре минуты грязного времени, то есть это мало, да, и человек, вот спортсмен, вот ребенок за это время успевает, видимо, я не знаю, чего подумать, и кто-то терпит, все равно, и как бы все равно находит способ бросить своего соперника, а кто-то вот расстраивается, и я прямо вижу, что человек, они вроде равны по силам, и человек, один ребенок начинает расстраиваться и сдаваться, и потом падает, да, ну, так это сразу видно по характеру, что скорее всего тот, кто бросил, это может быть девочка, но это может быть и мальчик, психологически устойчивый, да, но я видела и таких девочек тоже, то есть эта девочка психологически устойчивая, у нее есть настрой, у нее есть характер, она знает, что она все равно бросит, она верит в себя, надо немножечко, надо поискать, надо как-то попробовать, не получается одно сделать другое, да, то есть, и, конечно, на такого спортсмена, на такую девочку можно больше надеяться, чем на ту, которая, ну, допустим, заплакала и сдалась, да? В любом случае, мы, любовь, в любом случае, мы не хотим обидеть тех девочек, которые хотят заплакать, потому что мы говорим о том, какая из девочек может добиться больших спортивных высот, о спорте высших достижений. Опять же, это просто, вот смотрите, это просто мы сравниваем характеры, да, то есть, скорее всего, вот той, которая сама все нашла, которая сама решила свои проблемы, ну, и отлично, вот, и не надо ее трогать, и пусть она сама и дальше решает, то есть, она может прогрессировать сама, независимо от обстоятельств, но, опять же, могут сложиться такие обстоятельства, что ее утянет в другую сторону, она не будет заниматься, зато перейдет в какой-то другой вид спорта, тоже ведь такое может случиться, да, то есть, мы не можем, стопроцентной вероятностью сказать, что вот из этой вырастет чемпионка, а вот из той, которая заплакала, не вырастет, да, тоже может вырасти, если, например, тренер, у меня такая ситуация была сейчас в клубе, да, я когда на тренировках была, вот девочка такая вся расстроилась, заплакала, в итоге упала, все еще ударилась, ну, потому что потеряла концентрацию, контроль, я ей просто на следующей тренировке все вот это объяснила, что так делать не надо, да, ты не смогла бороться, потому что не нашла выход из ситуации, давай подумаем вместе, ты же могла сделать вот так, вот так и вот так, она все поняла, снова пошла бороться с этим же мальчиком, которому проиграла, ну, и ситуация в обратную сторону перевернулась, там уже мальчик расстроил, она начала все, то есть, я ей все сказала, да, девочка поняла, что делать, начала делать все правильно, уже мальчик не смог ее бросить, в итоге в конце схватки уже мальчик расстроился и почти заплакал, ну, короче, вот так, да, то есть, ну, тут, но, то есть, даже и тот, кто сам не смог найти, но если он слушает тренера, если, если, там, грамотный тренер и все подскажет хорошо, то тоже будет прогресс, да, то тоже постепенно это все может случиться, опять же, у детей, ну, у кого-то чуть раньше начинается созревание, у кого-то чуть позже, то есть, характер еще может поменяться, и если, опять же, ребенок чувствует, ну, девочка чувствует, да, раз мы про девочки, поддержку тренера, поддержку родителей, то это тоже все очень прекрасно может вылиться потом в хороший результат, да, просто кому-то нужна поддержка, кто-то будет там, кто-то и без поддержки дойдет, вот в этом разница, да, может быть, но ничего нельзя сказать точно. Вы сейчас находитесь в Хабаровске, где проводите тренировочные занятия, мастер-классы, и я читал ваши сообщения в социальных сетях, и вы там такую мысль выразили, что вы сейчас в тренировочной деятельности, и, конечно же, очень много энергии это занимает у вас, вытягивает, и вам надо как-то восполнять эту энергию, вы заметили, что у вас увеличилось, то есть, вам хочется кушать, да, как-то это колораж этот восполнять энергетически и так далее. Вот скажите, как вот в вашем возрасте, вот мы, допустим, сейчас про тренеров, да, немножечко, как тренерам, которые также активно проводят тренировочные занятия, как им поддерживать свою активность с точки зрения правильного питания? Ну, смотрите... В принципе, в общем-то, достаточно будет добавить углеводов, длинных углеводов, то есть, что такое у нас длинные углеводы? Это у нас овощи, и, как правило, у меня всегда есть овощи и зелень, но когда активность высокая, то этого не хватает, поэтому надо добавлять серые крупы. Вот, серые крупы – это у нас с вами всё, кроме белого риса и манки, да, то есть, это гречка, полба, перловка, ячневая, всё, что угодно, пшено, и то есть, вот, их можно готовить тоже вместе с овощами. Например, ну, вот, я очень люблю просто лук, морковку и гречку, или лук, морковку и перловку, например, да, вот. Рис берём не белый, лучше не брать белый рис, но тоже он пойдёт, на крайний случай белый рис тоже пойдёт, из белого лучше выбрать джасмин, например, сорб, вот, а так лучше покупать какой-нибудь красный, бурый, дикий, вот такой. Он будет пожёстче, но там больше просто питательных веществ, вот, и вот крупы серые будут давать такое насыщение, это для того, чтобы не начать есть какие-то сладости, да, чтобы не начать есть какие-то опять булки, конфеты, они дают мгновенную энергию, но они не дают питание клеткам, вот. Ну, и вот от всяких булок конфет начинает вес набираться, если мы будем есть, вот добавим просто серые крупы, будет хорошо. Если же где-то тренер, допустим, целый день на тренировках, да, можно добавить, ну, вот, тоже я тут одной фирмой пользуюсь, у них это просто питание, и там белковый питательный коктейль. То есть он там, там есть и углеводы, там есть и белок, и там есть уже такой примикс витаминов, я его развожу, выпиваю, и тоже он даёт и сытость, и наполняет клетки, ну, вот, необходимыми микроэлементами, вот. Если же это вторая фаза цикла, то тут нам, кроме круп, надо ещё добавлять полезные жиры побольше, да, они и так должны присутствовать в рационе. Во вторую фазу цикла, тем более, надо их добавлять, особенно если это уже близится прямо к менструации, ну, вот, последние прямо дни цикла, вот, тогда тоже, во-первых, не будет человек, ну, женщина не будет нервничать, будет всё более-менее в порядке, не будет чувствовать голод, ну, не будет резко голод наступать, не будет хотеться, опять же, вот, наесться каких-то сладостей, либо булок, вот. Ну, я думаю, что для спортсменов, да, и для семьи самое важное то, что женщина останется спокойной, ну, не будет раздражительной, не будет резко реагировать на какие-то, ну, события, да, потому что, в общем-то, многие замечают, что, ну, что и женщины сами, и мужья тоже знают, да, я думаю, что дети тоже, у кого женщина, тренер, они тоже могут понимать, что иногда она там может резко отреагировать на какую-то ерунду. Ну, это вот скоро менструация начинается, и чтобы вот такое, что у нас такое полезные жиры, ну, это у нас может быть, это рыба, хорошая, да, жирная рыба, скумбрия, кстати, жирная рыба, сельдь жирная, ну, и вся красная рыба тоже жирная. Это у нас орехи, это у нас семечки, нерафинированные растительные масла, хорошие натуральные яйца, сливочное масло. И если вот этого будет достаточно в рационе, то все будет в порядке, вот, таким образом себя надо, ну, вот, тебя надо поддерживать, да, и тогда все будет хорошо. Ну, конечно. И на сегодняшний день пока вот какие-то, ну, есть, конечно, успехи, есть бронзовые медали и так далее, но на ваш взгляд, вот почему за достаточно, в принципе, большую уже историю женского дзюдо в Российской Федерации, большую историю мужского дзюдо, много наработок и так далее, все-таки вот как-то пока женское дзюдо в России не может выйти на уровень завоевания золотых олимпийских медалей. И если мне не изменяет память, такая же ситуация и с чемпионатом мира, то есть в женском дзюдо в России нету золотых медалей на чемпионатах мира. Да, золота, да, золота у нас нет, но вот если мы берем в общем, то смотрите, у мужчин почему есть медали и такие яркие, ну, дзюдоисты? Потому что у мужчин на самом деле более серьезная конкуренция изначально, да, особенно у нас вот в южных наших территориях с ребятами, ну, с ребятами, с ребятами моего возраста, да, я когда разговариваю с тренерами, они говорят, у нас просто залы переполненные, вот дети, это, я не знаю, там по 100 человек в группе просто, вот кишмя кишит, вот негде вообще тренироваться, да, То есть весь город ходит на дзюдо. Конечно, и, то есть, и, соответственно, вот из этих детей будет само по себе, да, как бы человек вот именно сам себя сделает. Будет чувство, он все поймет, вот он сам как-то, да, и опять же мы понимаем, что у мужчин-то больше мужских гормонов. То есть это все как бы, так скажем, алмаз, сам себя, сам себя, да, делает бриллиантом, работая вот в таком, выбираясь вот из такого количества других конкурентов, да, в такой вот конкурентной борьбе вырастают чемпионы. У девочек такого отбора большого нет, все-таки девочек занимается мало, и девочка, которая попадает в тройку на чемпионате или на первенстве России, у нее есть какое-то, например, одно хорошее качество, за счет которого она попадает в тройку, в тройку на России. Ну а дальше этого качества не хватает. То есть тут нужно, во-первых, ну тоже довольно грамотный тренер, который бы подсказывали, индивидуально бы работали со спортсменкой, видели бы ее слабые места и их закрывали, да, выстраивали бы грамотную тактику борьбы, и тогда у спортсменок были бы лучше результаты, да, тогда бы набирался опыт, набирался рейтинг, и, возможно, ну вот при такой ситуации, ну постепенно бы улучшилось, да, сейчас у нас вот, ну как получится, так получится. Ну вот это все я как бы, ну в общем, не веду, то есть девочек надо женщин прямо вести индивидуально, и это должна быть, ну опять же и у спортсменки четкое понимание того, что нужно делать. Ну то есть умный, грамотный должен быть спортсмен, должна быть такая довольно устойчивая психика, да, психология хорошая спортсмена, и рядом должен быть все равно умный, грамотный тренер, который в определенные моменты подскажет, поможет, и тогда вот при совместной такой работе будет результат, я так считаю. Вот, и этого не хватает, то есть не хватает вот этого индивидуального, грамотного ведения. То есть, иными словами, может быть, не хватает некой системы подготовки дзюдоистов, высокого, ну как говорится, спортивного эшелона по отношению к мужскому. Я имею в виду в Российской Федерации, да, то есть вроде бы по мужской линии все в порядке, система выстроена, а вот в женской все получается вот так спонтанно. Вот ой, медаль, ой, финале. Да, 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 но видите, выстроена там на сборах, так как я там работала, я знаю, да, там как бы подводят спортсменов только в физическую форму, но там нет индивидуальной работы, там нет, конечно, психологической поддержки. Поэтому девочкам сложно, вот и, ну, вот и все. И даже, ну, вот я как у меня была очень часто, и девочки прямо сами говорили, мы хотим с вами, чтобы вы нас выводили, мы когда идем с вами, мы лучше боремся. Ну, а я просто вижу у спортсменки, что она может конкретно сделать в этой ситуации. И знаю, что она это умеет делать, я ей это говорю, прямо всю схватку, одно и то же говорю, она делает, и в итоге выигрывает схватку, вот. Либо мы заранее там, допустим, вот у меня была ситуация, мне тоже не особо давали прямо спортсменов каких-то лидеров, мне давали пятых, шестых номеров сборной России, на которых никто ничего не рассчитывает, да, мужчины, они же себя считают более умными и грамотными, вот. Вот, и мне давали вот таких, на которых не рассчитывают. И мне дали, она, ну, как бы хорошая спортсменка, я ее знала еще в юниорском возрасте, потом она уходила на самбо, вернулась в дзюдо, то есть у нее 3-4 года не было опыта борьбы на международных соревнованиях на дзюдо. Мне ее дали выводить. Мы смотрим в жеребьевку, она первую встречу попадает на бразильянку, которая пятая, шестая в рейтинге, что-то типа такого, да. И она раскинута на турнире первым или вторым номером, ну, то есть как бы явная лидия, она попадает на нее. Ну, и все, что мы там, я говорю, давай схватку посмотрим, давай посмотрим, как борется эта бразильянка. Мы посмотрели, и я сразу этой своей спортсменке говорю, слушай, смотри, вот ошибка у бразильянки, ты видишь, как она встает, она постоянно занимает вот эту позицию, ну, там, определенную, да, спрашиваю у этой спортсменки, у тебя какой-то бросок есть в этой позиции? Ну, когда она вот так вот встанет, ты сможешь, какой у тебя бросок есть? Она говорит, есть, ну, там, вот такой-то бросок. Я говорю, вот и отлично. Как только ты увидишь, она все равно так встанет, она все равно ошибется, эта бразильянка, она так делает. Как только ты увидишь, что она в этой позиции, делай свой бросок, все, ни о чем вообще не думай, говорю, тебе без разницы. Ты вообще без рейтинга, у тебя ноль очков, а у нее там, она шестая в рейтинге, пятая в рейтинге, она не будет на тебя настраиваться, то есть ты еще психологически чуть-чуть все разложила. Я говорю, и ты спокойно делай, получится отлично, не получится, ничего страшного, это как бы предполагается, да, что ты не выиграешь. То есть ты ничего не потеряешь, ничего как бы, ну, не случится. То есть сняла с нее вот это психологическое все давление, да, потому что мы же всегда, у нас страшно же выходить, бороться против сильных. Сняла с нее вот это психологическое как бы напряжение, мы все разобрали в техническом плане, схватка длилась 6 секунд. Камеры не успели включиться там же, все, бразильянка вышла, встала вот в это, сразу делает эту ошибку, и у меня моя спортсменка просто берет и делает вот этот свой бросок, бразильянка падает на спину, все, чистая победа, уходим. И вот таких ситуаций очень было много, то есть я им прям просто говорю, например, не бери, ну, или там, бери свой захват не с шагом назад, а с шагом вперед, и тогда ее будут наказывать. Потерпи чуть-чуть, давай минутку поборись, минутку поборись, прям гляди на нее, бери вот этот свой верхний захват, вот все, больше ничего не делай. И также она, и у меня спортсменки, которые, она 3 дня назад ей проиграла, через 3 дня на следующем турнире, когда ее выводила, она выиграла эту спортсменку и выиграла бронзовую медаль, и настолько была рада, что она такая, ура, наконец, у меня полтора года не было медалей. То есть девочкам надо только подсказать маленькую какую-то деталь, ну, вот сказать, вот минуту, вот так вот будет, потерпи, ничего страшного, получится, ну, и хорошо. Не получится, ну, и как бы, ладно, дальше будем разбираться, и все получается. На ваш взгляд, женщин тренировать надо, чтобы женщины их тренировали? Мне кажется, что, знаете, должна быть совместная работа, все-таки я за то, чтобы был, во-первых, общая группа была, мальчики и девочки вместе, да, женщины, мужчины вместе, и чтобы дома было тренера, и женщины, и мужчины, как бы, и да, вот такая связка, то прям хорошо получается. Ну, это из моих личных наблюдений. И заключительный вопрос, Любовь, ваши пожелания девушкам, которые уже в дзюдо, и те, которые, может быть, только вот каким-то образом узнают вдруг о дзюдо, увидев, может быть, наше видео, что бы вы им могли пожелать для того, чтобы они пришли на дзюдо? То есть не пожелать, а что-то сказать, чтобы как-то это стало мотивацией для них прийти на дзюдо? Ну, я все-таки точно, что женщина в дзюдо должна рассчитывать не на физическую силу, да, а на свою хитрость, на свой ум, вот что-то всегда женщина должна придумывать, и тогда будут хорошие результаты, да, то есть если мужчины могут все-таки физической силой выиграть, то уже не на всяких хитрости, их надо применять, в том числе и в дзюдо. Вот. В общем, тоже использовать свою, на самом деле, женскую сторону, даже если вы говорите, что дзюдо может стоить спорта. Вот таким образом. Любовь, спасибо большое. Ну, мы вот завершаем нашу беседу, я надеюсь, что кто-то посмотрит и те, кто увидит наше интервью, немножко больше узнает о женском дзюдо и придут на занятия дзюдо, создавая массовость дзюдо в Российской Федерации. Женского. Да, 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 девочки нам очень нужны, приходите на тренировки. Спасибо, Любовь, и до новых встреч. Спасибо вам, до свидания.